Девушки отдыхают 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 А-а-а! Стоп! Где твоя смена обувь? У меня её нет. Извини, но без смены обуви я тебя не могу пустить в школу. Просто пойми, я когда шла сюда, на меня напали индейцы. Потом проскакали комбои, и началась заварушка. Один из комбоев оказался у пропасти, и чтобы справиться с индейцами, я дала свой пакет со сменой обуви для равновесия. Потом они погнались в вагоню за индейцами. А сменку забыли отдать. Хватит не вешать лапшу на уши. Вот, держи. Это твоя сменка. Спасибо, девочка. Ты спасла мне жизнь. Ежедневно нас окружает великое множество тканей. Это и постельное бельё, и обивка автомобиля-салона, ну и одежда, которую вносим в конце концов. И среди всего этого многообразия есть очень интересные экземплярчики. Самая дорогая ткань в мире называется саммит. Между прочим, это очень высококачественная шерсть, которая делается только ручным способом. Один метр этой ткани стоит две тысячи фунтов. На наши денежки приблизительно получается 160 тысяч. Вот такая тканюха. Ничего себе, Сашка. Да, но вот а мне больше нравится шёлк. Только ты с ним будь поаккуратней. А в мусульманских странах одежду из шёлка запрещено носить мужчинам. Вот так натянул поутру лёгкий халактик и лишился головы. Ну, шёлка-то ещё что? Вот от флиса я такого не ожидал. Эту синтетическую ткань делают почти из такого же материала, что и пластиковые бутылки. Представляешь? Вот так попил лимонадика, выкинул бутылку, а через некоторое время эта бутылка вернулась к тебе в качестве свитерочка. Просто замечательно. Ой, ужас какой! Вот и нечего, потому что ни газировку пить, ни синтетику всякую носить. Я за здоровое питание, за здоровую жидкость, которую мы пьём, за здоровый завтрак и за здоровый образ жизни в целом. Ну и зарядку надо делать каждый день. Простые движения вам в помощь. Доброе утро! Вас приветствует Ботек Велнос. Сегодня мы проведём тренировку ягодиц и ног. В этом мне поможет Елена. Первое упражнение – присед плие. Широкая постановка ног. Носочки направлены в стороны, колени цонаправлены. Движение происходит плавно вниз. Таз отведём назад, спина прямая. Вдох, втягиваем живот, выдох, держим прямую спину. Данное упражнение делаем 3-4 подхода по 15-20 повторений. Переходим к следующему упражнению. Выпад с акцентом на ягодичную мышцу. Исходное положение – ноги на ширине плеч. Делаем шаг вперёд. Переносим вес тела на переднюю ногу. Начинаем движение вниз. Колено мне касается пола. Центр тяжести на передней ноге. Акцент на ягодичную мышцу. Данное упражнение делаем в 3-4 подхода по 20-30 повторений. Переходим к следующему упражнению. Мёртвая тяга. Исходное положение – ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Используем оборудование штанга или гриф. Наклоняемся вперёд, прямой спиной. Гриф ведём вдоль ног. Доводим до середины голени. Таз отводим назад. Спина прямая. Смотрим вперёд. Данное упражнение выполняется в 3-4 подхода по 15-20 повторений. На этом всё. Бодрого вам дня! В Советском Союзе очень интересно обстояло дело с тканями и с тем, что из них шили. В начале 20-30-х годов на тканях можно было встретить разные принты. И, конечно же, основным мотивом были достижения советской страны во всех сферах жизни. Здесь и коллективизация, и индустриализация на декоративном сице, и спортивные мотивы на планельки и ткани, конечно же. Ну, куда же без них? Ну, просто настоящие шедевры. А потом случился следующий этап в жизни советских граждан, который носил имя, большой стиль, власть захватила пышность и помпезность. Такая помпезность, конечно, требовала хороших материалов. Для женской одежды это был прежде всего крепдешин. Для мужчин бастон – хорошая шерстяная ткань. Требовалась и хорошая обувь. Все это, на самом деле, было недоступно, но активно рекламировалось. Платье из крепдешин, кстати, и сейчас популярно. Кстати, в нынешних фильмах про 20-30-е годы часто изображают героев, одетых во все белое. Действительно, это было так. Возможно, дело в идеологическом подтексте надо было показать, что у нас все очень хорошо и прекрасно, и очень светло. Но реальная причина была намного проще. Краски на ткани просто не хватало. И закончим наш исторический экскурс стилем «Нью лук». Правда, в советской действительности он существовал недолго. Модные женщины того времени по блату шили себе просто шикарнейшие платья из ультрамариновой шерсти. Но через два года они выходили из моды, да настолько, что отправляли эти платья прямиком в деревню к бабушке. В советской моде восторжествовали элегантность и минимализм в духе Коко Шанель. А мы приглашаем на наш подиум календарь губернии. Он всегда в моде. На календаре 5 декабря. В такой же зимний день 1918 года рабочие тогдашних окраин Самары сели за парты. Они приступили к изучению грамоты, чтения, письма, счета, а также истории, географии и других предметов. А поздравления с юбилеем сегодня принимает Валерий Павлович Юртайкин, вице-губернатор, руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Также 5 декабря были рождены русский поэт, дипломат и публицист Федор Тютчев, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник Уолт Дисней, советский дизайнер, родоначальник фотомонтажа Александр Родченко, актриса театра и кино, народная артистка России Нина Русланова, испанский оперный певец Хосе Карерас, популярная французская эстрадная певица Патрисия Каас и другие известные люди. Среди именинников сегодня замечены Алексей, Архип и Яков. По народному календарю сегодня Прокопье в день. Как считали на Руси, в эту пору устанавливается хороший, прочный санный путь. Пришел Прокоп, разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает. Говорили по этому поводу наши предки. Дорога, проложенная на Прокопье, держалась до самой весны. Обычно дороги прокладывали всей деревней, а после этого устраивали мирской праздник. Начиная с Прокопьего дня, мужики, что называется, санничали, изготовляли и чинили сани. Дети на Прокопа обычно собирались на улице, устраивали шумные гуляния, играли в снежки, катались с горок. Такими событиями запомнился этот день, 5 декабря. Хорошего вам дня и новых, только положительных эмоций. Друзья, вы можете стать участником нашей программы. Все очень просто. Отправлять свои фото и видео к нам в группу ВКонтакте, которая так и называется «Утро губернии». Мы ждем. Сегодня в ярких кадрах любуемся видео, уникальным видео от съемочной группы телерадиокомпании «Губернии». На съемках можно видеть строительство Фрунзенского моста. И скромно отметим, что такого видео вы еще точно не видели. Фрунзенского моста Фрунзенского моста Отлично мы полетали с квадрокоптером. Теперь бы на мотоцикле прокатиться. Ну, Саш, уже зима, не сезон для мотоцикла. Тут вечно ты все портишь. Я не порчу. Я констатирую факт. Да, зима, покататься нельзя. Но полюбоваться на прекрасный раритетный мотоцикл можно, но только глазами Марины Барковой. Вуаля! В мастерской знаменитого мото-музея поселка Петра Дубрава заново родился раритет. Над свежевыкрашенным и сияющим хромированными деталями французом команда самарских реставраторов трудилась без малого 4 месяца. Механики признаются, роды прошли технически несложно. Мотоцикл 1931 года выпуска прибыл из Бельгии хоть и ржавеньким, но крепко укомплектованным молодцом. В все времена, в 30-е и 40-е годы, все было достаточно неспешно, и скорости движения были другие. Соответственно, выбор передач, переключение передач занимало гораздо большее время. Конечно, он немножко, скажем, проигрывает мотоциклу современному в плане динамики, в плане комфорта, разумеется, в плане быстроты какой-то реакции на действия водителя. Но это история, тогда так было. Мощность 20 лошадиных сил, V-образный двухцилиндровый четырехтактный двигатель. До реставрации парижский франк 30-х годов больше походил на крестьянина в серо-синей робе. Вместо гондолы, которую в России именуют люлькой, красовался деревянный короб, в котором, возможно, возили овощи и сено. Сейчас он перекрашен в приближенный, скажем так, к оригиналу черный. Тогда мотоциклы строили каждый так, как видел, так, как хотел, так, как считал нужным, изобретал что-то новое, свое внедрял. Теперь они оптимизированы, будем говорить, да, и они стали похожи друг на друга. А теперь, если посмотреть вот даже эту коллекцию «Мотомира», удивляешься каждый раз, как инженеры, как конструкторы решали те или иные задачи. Эксперты уверяют, что таких дедушек в мире сегодня не более двух десятков. В уникальной мотоколлекции это уже третий братец в семействе Рене Жилет. В день рождения мотоцикл впервые выкатывают из мастерской и пробуют запустить мотор. Открываем кран топливный, несколько оборотов. С другой стороны проверяем наполняемость карбюратора, наполняем поплавковую камеру, утопив его кнопкой. Положение заслонок воздушной, дроссельной и положение опережения зажигания. Все, можем пробовать заводить. Примерная скорость – одна капля в секунду. Это говорит о том, что система смазки работает правильно. Для меня, да и, думаю, для всей команды этот день сопровождается чувством собственного удовлетворения от проделанной работы. Потому что работа коллективная, сделана, на мой взгляд, очень хорошо. Есть, конечно, над чем работать и дальше. Но в целом, как бы, вот этот проект у нас практически завершен. Он, конечно же, дополнит коллекцию нашего музея. Он пополнит ряд французских мотоциклов «Рене-Жилет». Потому что у нас, помимо этого мотоцикла, есть еще два таких же мотоцикла с другой кубатурой. Это самый большой из этих трех мотоциклов. 982 кубических сантиметра, 20 лошадиных сил, самый мощный. Утерянную временем коляску каким-то чудом отыскали в Лондоне. Как только коллекционная модель будет окончательно укомплектована, она с радостью прокатит всех посетителей музейного комплекса по заснеженным окрестностям поселка Петра Дубрава. Марина Баркова, Александр Ерофеев. Программа «Утрогубернии» из Волжского района. А мы вот приоделись немножко и рады приветствовать в наших гостях Татьяну Мачкасову, хозяйку творческой мастерской, доцента кафедры народного хорового искусства Самарского института культуры. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня, конечно, мы имеем огромное разнообразие тканей, но так было не всегда. Какие же ткани использовали наши предки? О, да. Но наши ближайшие предки, наши бабушки, еще, слава богу, имели выбор ткани. Ткани уже появились с 19 века, завозились, много завозилось. В России открылось производство хлопковых тканей, а вот наши прапрабабушки не имели совсем никакого выбора. И единственным способом нарядить себя, это был способ своими руками изготовить ткань и сшить из него одежду. То есть даже на этапе еще изготовления тканей, да? Конечно, конечно. Сейчас современному человеку вообще трудно представить, что все, что окружало раньше человека, он делал своими руками. И в том числе и изготовление ткани. Но самым, так скажем, распространенным было изготовление из льна. Лен был доступен, он рос везде хорошо. И первое, так скажем, средство для изготовления ткани – это лен. Еще шили из, вернее, изготавливали одежду из крапивы, из конопли. Но они все-таки имели, одежда, рубахи имели такую колючесть. Как колючесть. Колючесть, да. Крапивка, да. А лен – это самый лучший был. Производство льна, так скажем, в домашних условиях, оно имело такой многоэтапный, многоуровневый процесс. Это посадить, вырастить, сжать, намочить. Потом его мяли, потому что он достаточно такой, вот в стебле был ломкий, колючий. Его мяли, его трепали, его чесали. Потом уже расчесывали, когда, значит, сушили. Дальше изготавливали на вертине нити, или позже уже были такие прялки с колесом. Вот, и только потом эту нить заправляли в ткацкий станок. В каждом доме обязательно был свой ткацкий станок. Каждая женщина ткала себе сама полотно, из которой потом шила. Что она ткала, то и надела. Да, совершенно верно. То она всю семью и нашивала. Мужчину допускали к ткацкому станку? Я, ну, сейчас, вот сегодня я вижу большой интерес мужчин вообще к процессу ткачества. И наравне с женщинами. Они и вышивают, они и ткут сейчас. Раньше, конечно, этим занималась женщина. Но мужчинам были свои задачи и своя роль в семье. А ткачеством занималась женская половина семьи. Вот, на нас сегодня наряды, рубашечка, такая прекрасное платье. Это вот в 19 веке или в 20, начале 20 веков так одевались? Или когда? Ну, на вас, так скажем, я нарядила вас в одежду, которую шьет наша творческая мастерская «Люба Дорого». Нашей главной задачей, творческой нашей мастерской, командой нашей, это, ну, во-первых, изучение традиционной русской одежды. В первую очередь, нашей самарской. То есть мы ездим в экспедиции, мы у бабушек выпрашиваем хотя бы показать, сфотографировать, рассмотреть, как шилось, как сшивались, значит, какие-то элементы одежды, как вышивались, какой техникой. То есть все это мы очень глубоко изучаем. Дальше мы идем в музей, мы смотрим, какие там в экспозициях сохранились одежды. То есть эта рубашка, она повторяет точь-в-точь какую-то старинную эскиз, да? Подождите, подождите, не торопитесь. То есть первый, это мы как бы делаем реплики. Реплика – это один в один изготовленная одежда. А на вас одета современная одежда, вот в этом стиле. Повторен крой рубахи, например. Здесь крой современной рубахи, но ткани использованы, вот старинные ткани. К сожалению, ткани, которые вот здесь представлены и из которых изготовлена ваша одежда, не российского производства. К огромному сожалению. Я вернусь вот к рассказу о барановской фабрике. В 19 веке был, так скажем, расцвет вот этого качества. Это была барановская фабрика Иосафа Баранова, которая просуществовала где-то примерно 100 лет и изготавливала очень красивые, шикарные ситцы, набивные. Это такая техника набивки. Из дерева делались такие штампы, и по ткани эти штампы вот набивались молоточком. Вот эти рисунки, орнаменты. Потом наносилось, например, один слой нарисовали, потом краску сменили, следующий слой. И так далее. Так получалось многоцветные, очень богатые одежды. Сейчас, к сожалению, после революции фабрика перестала существовать, и эти традиции у нас в России немножечко так заглохли. И сегодня мы имеем... Да, вот расскажите по тканям, которые представлены здесь. Здесь представлены ткани, которые изготовлены в Америке, в Корее, в Японии, ну и частично в Белоруссии. Белорусская ткань. Они уделяют. К сожалению, да, к сожалению. Мы пытаемся связываться с фабриками ткацкими и заказываем им. Вот, например, здесь представлен пример. Вот как раз вот эта ткань, барановские ситцы, вот она здесь ярко представлена. Это современная версия. Это наши сподвижники, фольклористы, этнографы заказывают вот на свои деньги, просто на ткацкую фабрику заказывают вот такой вот принт. Это платок, вот этот барановский платок, который украшал каждую девушку в XIX и начале XX века. Ну, правда, очень красиво. Поэтому сегодня мы очень болеем за то, чтобы восстановить вот этот вот процесс изготовления вот такого качества, таких принтов. А сейчас мы заказываем их в Америке, вот эти русские принты, которые бытовали и жили у нас в России. Здорово. Спасибо большое за этот прекрасный разговор. Я понимаю, что о тканях можете разговаривать. Спасибо большое. Мы переходим далее, прервемся на несколько минут и продолжим. В эфире новости губернии. В студии Татьяна Потоцкая. Доброе утро. Тольяттинский государственный университет поднялся в рейтинге экспертра на три позиции в сфере экономики и управления. По версии агентства он входит в топ-50 российских вузов и теперь занимает 43-ю строчку. В исследовании учитывались мнения более 60 тысяч респондентов о качестве образования востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. В опросах принимали участие представители академического и научного сообщества, студенты и выпускники ТГУ, а также сотрудники компаний работодателей. Девять детей погибло и 450 ранено на дорогах области. И эта статистика только за 10 месяцев этого года. Чтобы еще раз обратить внимание на проблему, сотрудники областной ГИБДД провели творческий конкурс «Агитбригад» для школьников со всей области. Правила дорожного движения вместе с финалистами вспоминал и Артур Коньков. То, что поездка на двухколесном транспорте – это совсем не ерунда, юный Арсений усвоил давным-давно. Он – водитель велосипеда со стажем. Говорит, правила дорожного движения знать недостаточно. Необходимо еще соблюдать технику безопасности. Я одеваю специальный шлем для того, чтобы если я упаду, то не сделать себе никаких повреждений. И еще я одеваюсь в фликер в форме браслета, чтобы если я еду вечером, то свет попадет и меня было видно. Сегодня на сцене финалисты конкурса «Агитбригад». Победители в своих городах и районах. Всего 15 команд. Тема выступлений – дорожно-транспортный травматизм. Мы очень рады тому, что в лице юных инспекторов дорожного движения мы находим таких очень активных и эффективных помощников, которые через различные формы, через стих, песню, танец доводят информацию о необходимости не только знать правила дорожного движения, но и соблюдать. Сотрудники госавтоинспекции уверены – такой формат гораздо эффективнее монотонной зубрежки. Проверена практика нескольких лет. И теперь можно смело говорить о том, что не только эти дети выучили на зубок правила дорожного движения, но и их юные зрители. Артур Коньков, Сергей Костин. Новости губернии. Для этих школьников гаджеты – не помеха учебе и желанию читать книги. В Самаре наградили лауреатов областного конкурса сочинений. Пишут про космос, кино и литературу. Кто в этом году оказался лучшим, расскажем в сюжете. Около 200 работ со всей области. Популярность ежегодного конкурса не слабеет. И не только потому, что к ЕГЭ школьники начинают готовиться со средней школы. Хотя введение этого пункта выпускного экзамена определенно подстегнуло интерес к сочинительству. Это возродило интерес у детей к тому, чтобы участвовать в такого рода конкурсах. В том числе для того, чтобы попробовать свои силы. А темы самые разнообразные. Чаще всего, наверное, это те темы, которые остаются актуальными всегда. Родина, любовь, семья. А в этом году предложили еще написать про космос, кино или выбрать творчество любого регионального писателя. Динара Мамедова выбрала «Аленький цветочек» Сергея Аксакова. Сказка о юной девушке, которая находит счастье после долгих поисков, напомнила ей историю собственной бабушки. Просто именно эта тема, поиск «Аленького цветочка», поиск своего счастья, своего пути, она очень многосторонняя. Ее можно применить очень ко многим произведениям. И вплести ее, это, по-моему, очень заманчиво. Среди прошедших региональный этап есть и победительница всероссийского конкурса. Елизавета Хамзина написала одно из лучших сочинений в России, вдохновившись шекспировскими «Ромео Джульеттой». Инванина Дмитрий Столяров, новости губернии. И на этом пока все новости. Увидимся. Доброе утро, губерния. В студии вновь модная Лина Шахова. И Александр Кондратьев в очень красивом пиджаке. Спасибо. Саша, из чего у тебя пиджаке? Из хлопка, наверное. Но это не важно. На самом деле, я мечтаю о таком пиджаке, который бы менял свой цвет. Представляешь, круто было бы. Да, слушай, ну я скажу тебе по секрету. Такие разработки уже ведутся, но, естественно, наука не стоит на месте. И вот, например, существует уникальная технология вплетения в ткань тонких проводов, которые нагреваются, если пропустить через них ток. Работает это таким образом. Вышел на улицу, нажал кнопку на куртке или железе, и одежда нагреется до выбранной температуры. В наше томорозы. Это прям нужная вещь. А вот одни очень интересные ученые изобрели суперэластичную ткань, которая самостоятельно может заделывать полученные повреждения. Представляешь, можно рвать на себе майку хоть каждый день, а потом взять лучи ультрафиолета, направить его, и она на глазах зарастет. Все. Старые носки я теперь больше не выбрасываю. Очень зря. Вот платья, кстати, на 3D уже печатают, на 3D принтере. Вот, например, образец из закаленного прожкообразного нейлона. Материал практичный, движение не сковывает, выглядит футуристично, может использоваться после переработки для печати других платьев на 3D принтере. Классная штука. Раз, и новое платье, раз, и новое платье. И не могу не сообщить вам о том, что полным ходом идут разработки ткани, способные сделать человека полностью невидимым. В работе были использованы материалы, которые могут искажать путь попадающих на них лучей света. Ткань получила название «квантовый стелс». Квантовый стелс? Слушай, ну интересное название. А как тебе такое название для ткани? Габа, додродерм, мухаяр? Я тебе на это отвечу «поплинам». Все об этом знает житель губернии. Поплин. Разве такой есть? Для большинства ничем. А вообще так. Отличается, конечно. Рассветкой. Не знаю. Я ни разу не видела поплина. У меня вообще разные предметы. Это ткани, а павлин это... Какая-то птица. Что такое поплин? Что такое? А? Это, может, материал какой-нибудь, нет? Поплин. Какой-то материал на пол, который сиделит, типа паркетом. Павлин, насколько я знаю, птица. А поплин это, если не ошибаюсь, ткань. Павлин. Хвостатый. Поплин, может, без перьев, без каких-нибудь особо длинных. Поплин от павлина буквой. Павлин, помягче будет. А сейчас, Александр, я познакомлю тебя с древним японским искусством, которое называется темари. Из разноцветных ниточек сплетаются вот такие большие шары. По-моему, отличное украшение для вашего интерьера. В древние времена плетеные разноцветные шары становились просто игрушками для маленьких детей. Различие ребенка можно и другим способом. Например, сводить в зоопарк. А Татьяна Петсина покажет туда дорогу без всяких клубочков. Радар щурится от удовольствия. Только что он попробовал на вкус свой первый снег. А в это время сына буквально не сводит глаз Канада. Материнское сердце не обманешь. Таким крупным и статным она его еще не видела. Отлучать волчат от семьи принято в возрасте нескольких месяцев. Так животных гораздо проще приручить. Радар откликается на имя и чувствует за версту приближение своего опекуна. Сотрудника зоопарка Александра Маряшина. Я им занимался с момента изъятия волчонка от родителей. То есть основной его хозяин я. Еще несколько человек он признает. Тех, кто кормит, тех, кто убирает. Ну и кто со мной заходит. То есть если вы зайдете в ветку со мной, он вас не тронет. Немножко так за краешек может потеребить зубами, но он так здоровается. В этом году в зоопарке родилось около сотни детенышей. Каждый нуждается в заботе, ласке и материнской любви. Особенно это касается млекопитающих. Ведь задача звериной мамы не только выкормить малыша, но и обучить навыкам, необходимым для взрослой жизни. Всероссийский праздник – День матери. И, конечно же, он приурочен матерям, в первую очередь, скажем так, к человеческому миру. Но в зоопарке есть много так называемых зоомам, у которых также недавно появилось потомство, и о которых нам бы очень хотелось рассказать. Ведь если все ребята будут знать о том, что в природе тоже есть место нежности, есть место материнской заботе, внимательности, то и к природе они будут относиться бережнее. Лисенок Лестер в зоопарке только осваивается. К чересчур любопытным посетителям не привык. Вот и огрызается. У животных тоже есть чувства, которые они порой проявляют гораздо сильнее, чем люди. Например, ягуар Нуар никак не может смириться с разлукой. Сын Азар теперь живет в отдельном вольере. Сваи пенаты пятнистый только обживает. Постоянно ходит из одного угла в другой. Место есть уже, попрыгать, поделить. Он жил раньше в кабинете, он его начал потихоньку разбирать, принтузая, в общем, и поэтому мы его сюда посадили. Первые полдня понервничали, а потом уже нормально. Они играли с обезьяной, переследками. Скоро в зоопарке ожидается очередное пополнение. Страусы Эму примерят на себя роль родителей впервые. Татьяна Пецина, Виктор Соколов. Программа «Утро губернии». А у нас в студии Олеся Александровна Строганова, модельер, дизайнер, директор студии моды Строгановой Олеси. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня говорим весь эфир о тканях. Расскажите, пожалуйста, какие ткани актуальны в этом сезоне? Цвета, может быть, какие-то особенные? Ну, смотрите, это все как бы индивидуально, да, все по сезону. Соответственно, в данный момент, учитывая, что преддверие Нового года, цветовая гамма, палитра – это все яркие цвета, потому что это наступающий год, это год петуха. Соответственно, приветствуются больше яркие оттенки. Это красный, бордовый и все вот в такой же как бы гамме. Что касается актуальных именно тканей, это, скорее всего, наверное, хочется одеться теплее. То есть это трикотажи, это джинсовые ткани, это кашемировые ткани. То есть вот как-то так. Какие ткани предлагаете в вашем салоне, что можно найти? На самом деле разнообразие очень большое, потому как мне само приходится ездить по Италии, выбирать в разных источниках, так сказать, фабрик, и, соответственно, выбор идет соответствующий за мной. Большое внимание уделяю, на самом деле, большим, абсолютно всем разделам каждой ткани. И индивидуальная ткань, как вам сказать? Это больше натуральные, наверное, ткани? Нет, разумеется, только натуральные, о синтетике мы совершенно даже не разговариваем. Только натуральные ткани, ткани эксклюзивные, ткани, поседневные ткани, которые пользуются в постоянном, так сказать, в постоянной жизни. То есть это вещь, которую можно и каждый день надеть, и на какой-то праздник, да? Разумеется, конечно, да. А вы пришли не одна, вы пришли с платьями. Давайте посмотрим. Расскажите поподробнее, что за модели. Здесь, на самом деле, я, наверное, больше внимания хочу уделить, знаете, как бы сфере услуг и то, наверное, какую одежду мы производим и продаем. Соответственно, смотрите, в данном случае, учитывая, что как бы сезонности, хотелось бы вещи более удобные, комфортные, практичные, да? То есть если взять за основу, к примеру, вот таких вот вариантов платьев, которые мы можем в жизни просто так, на работу, на вечер, в кафе, да куда угодно. В принципе, да, пойти. Соответственно, такая палитра гамма. И мало того, что это использование как бы вискозы, ткань идет с эластаном. И, разумеется, это очень практично и удобно, которое еще, плюс ко всему, согревает тело, и мы не чувствуем дискомфорт. Еще есть как бы вариант вот такого плана, соответственно, здесь используется шерсть мягкая, не колючая, очень приятная тоже к телу. Но это идет уже дизайнерская работа, потому как тоже я делаю большое, вернее, внимание, отношу к, ну, скажем так, к особенно... Ну, акценты какие-то, да, старайтесь делать яркие? Да, не совсем так. Знаете, есть работы просто эксклюзивные. К сожалению, у нас мало, кто ценит такие работы, но я считаю, что такие работы, они должны присутствовать, разумеется. То есть это платье, которое придумали и создали именно вы, да? Разумеется, конечно, да. То есть это использование шелка дизайнерского, да, паеточные джинса и, казалось бы, шерсть. То есть это смесованные основы, которые можно сочетать, в принципе, несочетаемые такие вот ткани, но это все делается. На самом деле получаются потрясающие работы. К примеру, вы знаете, вот такое вот решение очень тоже, эта ткань Пунта Милана очень мягкая, тоже приятная, но использование таких кармашек, скажем так, это все отстегивается, очень удобно в носке. Разумеется, вот такое... Ну, конечно, да, пожалуйста. Это, конечно, как раз и кто химчистка предпочитает, кто-то стирать. В домашних условиях все это удобно. И, соответственно, мы делаем тоже вот такие вот украшения. Ну, и еще я, как бы, вам показать хотела бы тоже, казалось бы, совершенно простое платье. Такое вот в каждом гардеробе любой женщины должно быть маленькое черное платье. Это, как правило, палочка, да, выручалочка на любой, как бы, жизни, да, случай. Убираем, и оно просто получилось. То есть, такое вот деталь и украшение, оно получается очень как бы нарядное. Ну, как? То есть, у вас можно и заказать одежду, правильно? Разумеется, конечно. Большое, скажем так, мы специализируемся на мужской одежде, на женской одежде, на детской одежде. То есть, спектр, скажем так, наших услуг очень разносторонний, большой. Видимо, сейчас под Новый год много заказов. Ну, как правило, всегда. В чем же уникальность вашей работы? В чем уникальность? Дело в том, что непосредственно я использую свои разработки, методики, которыми я обладаю, учитывая, что я занимаюсь уже больше 20 лет своей профессии. И, соответственно, непосредственное введение каждого клиента с сопровождением меня и сдача уже соответствующего изделия. То есть, вот... То есть, к вам можно прийти с задумкой, и вы поможете воплотить ее в жизнь. Да, но как модельер-дизайнер, вы можете совершенно не знать, что вы хотите. Для этого, как бы, есть я, где может полностью продумать ваш образ от и до. Замечательно. Предлагаю переходить к демонстрации непосредственно нарядов, потому что за кулисами скрываются прекрасные модели, которых мы приглашаем сюда, и немножечко поговорим уже об одежде, которая на них. Итак... Здравствуйте. Большое значение тоже я уделяю, как бы, мужскому полу, потому как у нас мужчины очень часто обращаются к нашим услугам. У нас нет... Мы не практикуем готовую одежду, и мы ее не продаем, но мы ее изготавливаем индивидуально. Здесь, в данном случае, как бы, рубашку, которую мы исполнили из качественной ткани, хлопок, ковали, и соответствующие брюки. Их можно определить, как бы, ну, не классика, конечно, и ни джинсы, и не классика, да, такой стиль, в общем-то, который может подойти и как со строгой рубашкой, и как с джемпером, и, в общем-то, и с пальто. Актуальная модель, очень модная и современная на данный момент. И универсально. Приятно. Естественно, конечно. Спасибо большое. Переходим к следующим. О, какое платье. Какое платье. Прекрасно. Соответственно, тоже, да, как мы уже говорили о том, что я не определяю большое внимание, скажем так, каким-то стандартным параметрам. У нас разные параметры. И здесь я, конечно, бы хотела тоже показать такое вот эксклюзивное платье, сочетающее в себе все абсолютно натуральные компоненты, и внутренние детали платья, и верхние. Это эксклюзивная шерсть, очень тонкая, дышащая. И такое платье, как на вечер, в общем-то, это хорошее решение. Да, вечернее платье. Спасибо большое. Кто у нас следующий? Какой красивый цвет. Да, я здесь хотела бы показать, на самом деле, что мы работаем не только с текстилем, но мы работаем еще и с кожей, и натуральной, и эко-кожей, и меха, и так далее. То есть это платье как бы разрабатывалось мной. Соответственно, здесь сочетание несколько такое, скажем так, сложное. Но в результате получилась очень такая эксклюзивная и интересная работа. Прекрасно. Спасибо вам большое. Продолжаем наше дефилье. Вот такое вот платье, оно выполнено, на самом деле, из жаккарда. Совершенно такое не броское, не яркое. Это для девушек, которые, ну, не любят особо себе привлекать внимание, но здесь особые тонкости рельефов, расшивка, ручной работы. Ну, как бы оно такое изящное, скромное, но при этом это можно платье, в общем-то, использовать как на выпускной вечер, да? То есть хорошее, как бы, решение. Отдает аристократичность, конечно. Спасибо большое. И на десерт как раз красный цвет, который в тренде. Открасный суверенового года, да. Сейчас мы, знаете, разработали вот такие вот комбинезончики, очень интересные, очень большая палитра цветов. Фактически, и размеров тоже. И что хотелось бы заметить, что в данном случае вот такой вот комбинезон очень прекрасен. И не только на вечер, он как бы в поседневной одежде, он тоже очень применим. И, мне кажется, создает тоже комфорт и удобство. Заметьте, что все ткани я использую тоже, либо все натуральные, либо крайне как бы смесованные, потому что это тоже как бы создает и комфорт, и удобство, и, в общем-то, все моменты, которые нам бы хотелось учитывать в носке. Здорово. Спасибо вам большое. Прекрасно. Прекрасный разговор. Очень интересно было. Спасибо вам большое. Напоминаю, что в гостях у нас была Олеся Александровна Строганова, модельер-дизайнер, директор студии моды Строгановой Олесе. Спасибо большое. И нашим замечательным моделям тоже. Спасибо вам. А теперь давайте завернемся в шерстяной плед и посмотрим лоскутный сюжет Елены Шишкиной. За годы, что Ирина Аракчеева занимается рукоделием, она не только освоила множество техник, но и придумала собственную градацию того, как воспринимают рукоделинцы люди, далекие от ручной работы. Представляют, наверное, трех категорий рукодельниц. Первая – это городская сумасшедшая, такая, ну, заняться нечем человеку. Внутренняя – городская сумасшедшая. Вторая – мамочка в декрете, которая из разных фризок делает всякие скраповые альбомы для своего ребенка. Но третья – бабушка на пенсии, которая от нечего делала, завяжется за криловые пряжи, там носочки, слитки, и потом продает их рядом с тыковой и солеными огурцами. На самом деле это далеко не так. На самом деле среди мастериц немало женщин с успешной карьерой. А среди участниц клуба – множество по-настоящему профессиональных рукодельниц, которые владеют такими редкими техниками, как плетение кружева фриволите, архангельская керамика или, например, старчевая вышивка. Название-то даже такого не помнят. Настолько вот утеряно это мастерство. Первое, что приходит на ум им сказать – мережка. А, мережку я знаю. Но мережка – это вот только вот эта вот часть этого всего. Это самое, практически самое простое. А все остальное – это берется вот такая вот ткань, продергиваются нитки в определенной последовательности. И дальше различными узорами тоже в определенной последовательности делается рисунок. Например, горох, ивановский кубанец, гипюр. У них много разных названий. Чтобы мастерицы не стеснялись своего увлечения, Ирина регулярно задумывает конкурсы, где девушки могут показать себя. Сейчас в клубе готовятся совместно с Агентством социо-культурных технологий провести конкурс «Самара зимой». Мастерицы решили бороться со стереотипом восприятия Самары как города, который нужно приезжать только летом, когда парки и набережные полны цветов и зелени. Ирина и сама готовит работу, призванную показать очарование декабрьских городских пейзажей. Это очень хорошая возможность отвлечься от того, что ты делаешь все время, и не задумываясь о том, продастся, не продастся, понравится, не понравится, попробовать себя в той технике, о которой давно мечтал, но как-то у тебя все не складывалось. Мне очень нравится именно эта техника, которая называется «Крэйзиквилд». То есть когда из разных кусочков, разного качества, разного материала, разные формы собираются такие вот картины, немножко наивные, немножко абстрактные, но в которых вот эта наивность и абстракция передает тот образ, который ты задумал. Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно аккуратно выполнить работу в любой технике и прислать ее качественное фото на электронный адрес Ирины. Все условия конкурса можно найти в группах клуба «Самарских рукодельниц» в социальных сетях. Срок подачи работ до 12 декабря, а увидеть их можно на выставке «Рождественские узоры по Волжье» с 16-17 декабря в музее имени Алабина. Елена Шишкина, Сергей Костин, «Утро губернии». Друзья, на сегодня это все. И помните, зима не повод для грусти. Надевайте яркие одежки, экспериментируйте с тканюшками. А с вами был Александр Кондратьев. Лин Шахова. До свидания. Надеюсь, завтра увидимся снова в эфире. Да, как шелковый будьте. Увидимся. Новый год. Время подарков. Сделай подарок своим близким. Годовая карта фитнес-клуб «Ботек» за 2000 рублей. Узнай подробную информацию о любом из клубов фитнес-сети «Ботек». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова